Владимирская область на треть может увеличить рынок мяса утки в России. Птицы фабрика Центральная постепенно меняет специализацию. Теперь предприятие будет производить не куриное мясо, а утиное. Мясо утки самое генетически здоровое мясо. То есть водоплавающие птицы, они генетически намного более здоровые, чем бройлеры индейки. Соответственно, меньше нуждаются во всяких родах лекарственных препаратах. Они меньше болеют в принципе. Да, она может быть несколько жирнее, но этот жир, именно омега-3, он полезен для организма. В этом начинании производителя поддерживает и администрация области. Губернатор Владимир Сипягин сегодня лично приложил руку к процессу выращивания уток. Он поместил около двух десятков птенцов в соответствующую среду обитания. Удачи, успехов вам, ребята. Будьте крепкими, здоровыми. Агрохолдинг «Русское поле» – один из крупнейших производителей мяса птицы. Теперь он будет инвестировать в производство мяса утки на базе птицефабрики «Центральная». За три года вложение в развитие и модернизацию Владимирской площадки составят более 900 миллионов рублей. Под производство мяса утки будут реконструированы 59 цехов. Построенные очистные сооружения запустят производство охлажденных полуфабрикатов. К 2022 году планируют выйти на полный цикл от поступления инкубационного яйца до выпуска готовой продукции. Власть обещает не остаться в стороне. Мы уже определили максимальное содействие в подключении энергоснабжения, водоотведения, водопроведения, дорожной инфраструктуры. Рынок переполнен производителями мяса птицы. Утка – другое дело. Здесь перспективы огромные. Эта ниша пока не занята в нашей стране. За прошлый год выпущено всего 60 тысяч тонн продукции. Владимирская область намерена исправить ситуацию. Местная утятина уже очень скоро появится на прилавках. Срок от корма уток – 40-42 дня. В сентябре уже можно будет увидеть нашу павловскую курочку. Владимирская область может на треть увеличить российский рынок по мясу утки. На полную мощность птицефабрика «Центральная» выйдет уже к концу 2022 года. Выпуск продукции ежегодно будет составлять до 18 тысяч тонн. На птицефабрике «Центральная» будет работать около 400 человек. Инвестор намерен создать более 50 новых рабочих мест. Вести бизнес агрохолдингу будут помогать китайские партнеры. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.